Приветствую вас, ответ на ваш вопрос не представляется достаточно простым. Нет, конечно, мой коллега Александр прав в том, что пишет, что вы умеете общаться на безопасном расстоянии, вот. А как только дистанция сокращается, вы чувствуете себя более не уверены, вот. Я полагаю, что с личными границами и безопасностью, чувством безопасности, достижением безопасности нужно работать. Это отдельная история, вот. Сами провести работу над своим характером и поведением вы не сможете, потому что это то, что делается исключительно с психологом. Потому что нужно, чтобы человек со стороны, специалист понаблюдал правильно, правильно дал вам рекомендации и так далее, а не так, что вы сами будете заниматься самолечением. Это невозможно. На самом деле история заключается в другом. Вы пишете, как развивать приятельские отношения с людьми, чтобы вызвать истинное расположение, интерес, стремление с их стороны поддерживать и развивать отношения. На самом деле очень просто. Быть заинтересованной в их росте. Быть заинтересованной в их росте, в их личностном росте и развитии. Вот в принципе и все. Это если вы будете заинтересованы в том, чтобы они росли, чтобы у них все было хорошо, то и проблем у вас с этим не будет. Я имею ввиду проблемы с расположением. А если вы ориентированы на себя, то соответственно будет негатив. То есть вы пишете сейчас такие отношения и при этом не вызвать такие чувства, как давить конкуренции и зло. Но это соответственно то, как вы себя позиционируете и как человек думает, что вы его воспринимаете. Или наоборот конкуренция, пренебрежение или отмена. Но тут нужно еще сказать в какой среде вы взаимодействуете и в какой сфере вы работаете. Потому что среди вас могут быть только такие люди, которые испытывают только такие чувства. И иногда бывает так, что именно в среду своего общения нужно менять. Вот, то есть люди не меняются. Если вы знаете, к примеру, что вас окружают такие люди, и если вы с этими людьми строите отношения сначала на взаимо, скажем так, выгодных условиях, то нет ничего удивительного, что при сближении эти люди начинают вас использовать. И ведь изначально все строилось на том, что они от вас получают какую-то выгоду. Вот. Значит. Еще одним важным элементом является открытость. А открытость и четко установка границ. То есть человек, чтобы он раскрылся перед вами, ему нужно знать, чего от вас ожидать. Вот. Нужно знать очень слабые моменты, очень сильные стороны. Ему нужно знать, что вы чего-то можете, чего-то не можете. Очень важно, чтобы человек знал, в каких моментах вы скажете нет. Очень важно, чтобы человек понимал, когда вы подойдите, скажем так, стоп-сигнал. А если этого не происходит, то, соответственно, тоже возникает проблему. То есть все это про ваши отношения к себе, про ваши личные границы и про безопасность, как и сказал мой коллега. Вы пишите, сейчас такие отношения устраиваются только с людьми, находящимися ниже по рангу или теми, перед кем есть некое преимущество, которое для них протягается. Ну, соответственно, это отношения для вас безопасны, для них выгодны. При сокращении дистанции всегда возникает конкуренция в своих странах. Ну, потому что очень важно, из какой сферы это люди. Если вы сближаетесь, например, с работниками вашими, если вы сближаетесь с сотрудниками, если сфера, в которой вы работаете, может похвастаться конкуренцией, то нет ничего удивительного. Как я уже сказал, от среды, в которой вы крутитесь, тоже многое зависит. Ну, дальше либо совесть, либо надменность. Ну, соответственно, если изначально люди не равны, то откуда равенство мы с вами потом? То есть, вам изначально взаимодействует с людьми так, чтобы вы либо были равны друг другу, либо чтобы вы убедили человека в том, что вы равны друг другу, а не так, что у вас есть различия в ранге или в преимуществах. Скажите, как вы нравились отношения с людьми схожего статуса или стоящими выше? Я бы сказал так. Этих людей нужно хвалить, этих людей нужно поддерживать, нужно быть заинтересованы в их личном самородстве и чётко говорить мне. То есть, если я буду способствовать тому, что вы с моей помощью будете чего-то достигать, чего-то добиваться, если я не буду от вас ничего требовать, вот, но если я при этом буду чётко говорить мне это очень быстро, вы поймёте, кто я за человек, какие у меня реакции и вам будет хорошо. То есть, словно говоря, ответите себе на вопрос, для чего человеку с вами взаимодействует, зачем, что он получит, что он получит, какие у него будут плюсы от того, что он будет тратить на вас своё время. У меня вызвало интерес ваше, ну, ваше словосочетание, да, стремление с их стороны поддерживать и развивать отношения. Вот зачем это вам? Зачем? Ведь каждый человек поддерживает отношения по-своему. Иногда можно даже завидовать, иногда можно даже вести себя надменно, но это не значит, что человек не хочет развивать свои отношения. Складывается такое ощущение, что у вас есть некая своя картинка развития отношений, которую вы сейчас пытаетесь продвинуть. Но, на самом деле, это не совсем адекватная практика, потому что нужно уметь принимать людей и принимать себя. И здесь, Елена, у меня к вам такой вопрос, насколько вы хорошо относитесь к себе, насколько вы принимаете себя, насколько вы цените себя, насколько вы любите себя, насколько вы чувствуете себя полноценной и удовлетворенной. Для чего вам устраивают дружеские отношения? Ведь дружеские и приятелские отношения с целью вызвать искреннее расположение интерес не может быть самоцелью. Но это возможно, если вы будете заниматься искренне своим делом, если вы будете развиваться в своих способностях, и если вы не будете претендовать на место других людей. Понимаете? То есть, плохо тот начальник, который подавляет своих подчинённых, который не даёт своим подчинённым расти, но плохо тот начальник, который позволяет им делать всё что угодно, в том числе и во время себе, и, например, объекту, начальником которого он является. В целом, ваш вопрос, он достаточно лёгкий в общем, но когда, если мы начнём разбирать частности, то вы увидите, что частности образуют, например, ваши цели и ваши желания. Иногда я рекомендую вам такую достаточно чёткую схему поведения. Проводите с людьми время. То есть, вот, просто общайтесь, просто взаимодействуйте с людьми так, чтобы, ну, человек ничего не чувствовал, от вас никакого давления, никаких требований, ничего, просто проводите время. После того, как вы привели время вместе, а, там, скажем, ну, какое-то время, пригласите человека в культурный день посидеть. Да? Вот. Ну, посмотрите. Как человек отнесётся к этой идее? Принес ли он её, захочет ли он за ваш счёт, там, например, выпить кофе или позавтракать, это уже звоночек, это уже показывает его отношение к вам. Если всё нормально или если для вас приемлемо, да, то есть, предлагать оплатиться самостоятельно, это всё не стоит. Принимать предложение и оплатить у него тоже не стоит. Пусть это войдёт в привычку. То есть, пусть это войдёт в определенную привычку, что вот какое-то время вы так будете встречаться, так будете проводить время и так далее. Вот. Потом предложите ещё где-то провести время, тоже на таких же условиях. Всё это делать и вы. Всё это делать и вы. Поскольку вы выступаете инициатором, то от человека, ну, требовать или ждать того, если он будет вести себя так же, как вы не стоит. Хорошо, что он соглашается и хорошо, если вам комфортно с ним взаимодействовать. И вот, когда у вас будет два-три таких момента, где вы проводите вместе время и где у вас будет всё сразу, вы можете у человека попросить что угодно, какую-нибудь мелкую услугу попросить, там, выручить вас, что-то ещё. И посмотрите, посмотрите, будет ли человек вам это вспоминать. Посмотрите, будет ли человек после этого у вас что-то просить взамен. Если будет, значит, таким человеком лучше дела не иметь. Если начнёт этим хвастаться, значит, таким человеком дела лучше не иметь. Если всё будет нормально, то есть, он в плане сделал и забыл, да? Ну, значит, хорошо. Исключение оставляет форс-мажёрное обстоятельство. Вот тут, как бы, помочь, помогать мне это решать вам. Понятно, что эта схема имеет изъяны, но это уж совсем такая вот, я бы сказал, элементарная конструкция, которая поможет вам делать первые шаги. Ну, очень важно, всё же, по-моему, как вы относитесь к себе, для чего вы хотите эти отношения, зачем они лично вам, в какой среде вы находитесь и как вы строите свой диалог. Потому что то, что люди ведут себя с вами негативно, когда вы сближаетесь, ну, это либо сигнал о том, что вы сейчас не так делаете, либо это такая среда. Во-первых, в случае менять нужно себя вам, во-втором случае нужно менять стресс рыбу. Вот. Ну, и личные границы, то есть отделение себя от другого и вот это чувство безопасности, да, удовлетворение потребности безопасности, это очень важный момент. В этом вам нужно помочь. Ещё раз, Елена, откажитесь, пожалуйста, от идеи, кто-то делается самостоятельно, может себе навредить, будет ещё хуже. Делайте всё под руководством психолога. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите мне личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Нет. Давайте обнимplete. Замешусь. Пишитесь, Geb kid, смена курünden, не умные часики, не умные все лечить. Продолжение следует...